Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. И вот кажется, что самая массовая атака на Подмосковье и Москву произошла сегодня. Что это было, на ваш взгляд? Ну, я думаю, что это начало того, что можно назвать возмездие. Я думаю, это так. То есть, когда Песков, комментируя это, говорит, что это нам ответка за то, что мы атаковали некий важный объект, не уточняя какой именно, вы здесь с ним можете согласиться? Нет, я совершенно с ним не согласен. Дело в том, что они, я не могу это местоимение употребить, потому что это они, вот они атаковали гражданские объекты. Они атаковали, что такое важные объекты? Да, это важные объекты, это жилые кварталы Киева, которые подвергались обстрелу на протяжении длительного времени, на протяжении полутора, уже скоро полутора лет, а последние месяцы просто каждый день, круглосуточно, удары ракетами, удары дронами, большое количество жертв, тысячи людей погибли. В общем-то, если не брать там последнее время, когда стали сбивать украинские ПВО, стали сбивать эти ракеты и дроны, то до этого гибли тысячи людей. И это воспринималось, в целом, основной массой российского населения воспринималось совершенно спокойно. Сейчас пришло возмездие, и это вполне нормально. Я уж не знаю, по каким конкретно объектам били украинские дроны и ракеты, но я думаю, что там были и стратегические объекты тоже. Но в любом случае, это возмездие, это бумеранг. Как по этому поводу Подоляк пошутил, что искусственный интеллект таким образом устроен, что все эти шахеды решили, что... Раздвернуться. Да, почему они должны лететь, так сказать, и убивать украинских детей. Они решили вернуться назад и выяснить у авторов этой идеи, в том числе у Пескова, а зачем он это делает. Вот такие вот интеллектуальные дроны и шахеды, которые решили просто спросить, зачем он это делает. Вот я думаю, что это очень такая правильная постановка вопроса. Все это оружие решило спросить у своих хозяев, зачем они это делают. Как вы можете оценить эффективность российского ПВО в контексте того, что нам известно сегодня, о тех видеокадрах, которые наверняка вы тоже видели, ну и той информации, которая доходит? Знаете, я думаю, что российское ПВО, так же, как и руководство вооруженных сил России, так же, как и политическое руководство России, примерно равно по эффективности пограничной службы России. Потому что вот Путин как-то говорил, что границы России не кончаются нигде. А тут вот выяснилось, в связи с недавним инцидентом Белгородской области, что российские границы нигде не начинаются. То есть их просто нет. Их можно перейти совершенно свободно в любой точке. И поэтому я думаю, что примерно как пограничной службы России нет, точно так же и ПВО в России тоже нет, и политического руководства нет. Есть какая-то группа бандитов, уголовников, которые захватили власть, и которые не имеют никакого отношения к руководству страны. Они узурпаторы. Ну вот все, что происходит. ПВО примерно такое же. То есть принцип тут очень простой. Я могу сравнить, если желаете, просто сравнить примерно такая же ситуация была в самом конце Советского Союза, когда Матиус Руст, вот недавно буквально, 28 мая 1989 года, недавно, в смысле в день пограничника как раз, Матиус Руст поздравил советских тогда пограничников с их днем профессиональным и прилетел, приземлился на Красной площади на своем самолетике. Так вот реакция советского руководства, тогдашнего, Советский Союз уже находился в периоде полураспада. Несмотря на это, реакция советского руководства была такая. Был уволен министр обороны и уволен начальник штаба ПВО страны. То есть было, полетели головы сразу вот за такую неэффективность. Хотя, в общем, там были причины другие, но не важно. Так вот, после того, как совершенно спокойно перешли границу граждане России, которые воюют в составе вооруженных сил Украины, совершенно спокойно перешли, и двое суток там занимали часть российской территории, никаких выводов, никто вообще ничего слова не сказал. То есть Шойгу на месте и начальник ФСБ, который отвечает за безопасность приграничных регионах, все на месте. Никто волосно с головы ничья не упал. Это просто к вопросу о том, как выглядит такой развернутый ответ на ваш вопрос, как себя чувствует российское ПВО. Это сейчас тут прекрасно, потому что руководители и Министерство обороны, и ПВО, это люди подобранные по принципу личной преданности. Ничего другого не требуется. Почему Шойгу на месте? Несмотря на то, что фактически провалена операция, я сейчас не говорю о преступности всей этой спецоперации, преступности этой войны, но с точки зрения эффективности руководства, Шойгу продемонстрировал абсолютную профнепригодность. Здесь Пригожин, который издевается над ним уже несколько месяцев, он, конечно, абсолютно прав. Хоть он и преступник, но он прав. Но никакой реакции. Причина очень простая. Шойгу бесконечно предан. Бесконечно преданный человек. Поэтому он будет по-прежнему занимать эти места. Это очень хорошая новость, потому что если бы, конечно, на ключевых поставах были более эффективные люди, то, к сожалению, эта война была бы более кровопролитной и более затяжной. А так вот крайняя неэффективность и несостоятельность, некомпетентность кадров, в том числе российских вооруженных сил, да и всех остальных тоже, она в какой-то степени способствует, ослабляет российские вооруженные силы и способствует в конечном итоге победе Украины. Вот наши зрители... А, про ПВО, кстати, хотел отметить, что, опять же, говорит Песков, что ПВО работает хорошо, все сработало отлично. То есть он всем доволен и получается, что, исходя из этого, наказывать не за что. Вот о чем вы говорили. Ну, естественно, наказывать не за что. Вообще, как бы, основная идея, что все идет по плану, понимаете. Вот в чем принципиальное отличие. В истории России было много чего. Там Москву брал Наполеон и сжигал ее, и там фашисты под Москвой стали. Ну, никто, ни одно российское руководство никогда не говорило, что это все идет по плану, что это план такой. А здесь вот полтора года этой войны, которая непонятно, зачем была она счета, и которая проводилась как специальная военная операция, то есть как полицейская операция, небольшими силами рассчитывали. И в результате, в результате, вот как бы, в чем заключается план? План заключается в том, чтобы были ракетные удары по Москве, полный идиотизм вообще российского руководства. Здесь еще с каждым днем войны вот этот вот невероятный, совершенно безумный, безумная глупость, безумная абсурдность всего того, что делает российское руководство, продолжая эту войну, и каждый день позорясь, это становится все более и более очевидным. На самом деле, Путин уже не вызывает, не то что у украинцев, но у мирового сообщества, он больше не вызывает страх, он не вызывает интерес, он вызывает брезгливость и желание просто не иметь с ним дела, потому что абсолютно неадекватный человек. Но при этом Радоган с ним, кажется, поговорил, причем писали СМИ, не могу утверждать сейчас, но говорят, что все-таки он поговорил даже раньше, чем с Байденом, с Путиным. Ну, Путин, что называется, близкий по духу, то есть Байден это оппонент, хотя они находятся в одном военно-политическом блоке, но тем не менее Байден это оппонент, Байден это человек глубоко чуждый по духу и по ценностям, а Путин близкий, поэтому тут у Радогана очень такая своеобразная, как Борис Николаевич высказывался, загогулино политическое в виде сложной его конструкции, нахождение в НАТО, с одной стороны, несомненная помощь Украине, надо напомнить, что первое, так сказать, серьезное оружие, которым Украина била российские вооруженные силы, это Байрактары, это именно турецкие дроны, которые, так сказать, помогали, турецкие беспилотники, которые очень сильно помогли по началу Украине. Это была основная, ну не основная, конечно, но очень значительная помощь военная, именно от Турции, так что это надо иметь в виду. Ну, кроме всего прочего, конечно, Эрдоган это человек, который выстраивает абсолютно самостоятельную политику, это имперец, это авторитарный лидер, можно сказать, диктатор, и человек, который ведет Турцию в прошлое, это очевидно, то есть, ну, скажем так, в архаику, я не скажу, что в прошлое, конечно, он ведет в будущее, но это будущее очень архаично, оно основано на национализме, на религии, в целом на архаике, поэтому, так сказать, фигура сложная, и, конечно, надежды на то, ну, понятно, как голосовала Турция, Турция, города, крупные города голосовали за оппонента Эрдогана, село, село, небольшие города проголосовали за Эрдогана, то есть, вот это вот, 4%, это как раз ему дали, дало село, это совершенно очевидно, мы все это видели в прямом эфире, как сначала разрыв был 70 на 30, а потом вот чуть-чуть на тоненького он выиграл, вот, так что Эрдоган, это такая своеобразная фигура, он, конечно, будет занимать очень витиеватую позицию, он будет поддерживать Путина, будет пытаться постоянно его вытащить, потому что ему выгодно иметь, иметь вот такую, по правую руку иметь диктатуру, то есть, на самом деле, Эрдоган очень неуютно себя чувствует, вот, в окружении демократических стран, именно поэтому он не будет, не будет вступать, пытаться вступить в Евросоюз, собственно, в Евросоюз, ему путь уже закрыт, вот, хотя порядка 70% турок хотят быть частью европейского сообщества, но голосуют за Эрдогана, вот, такая еще одна, скажем так, загогулина общественного сознания. Возвращают нас наши зрители к внутренней российской повестке, вот, Йоси Владя из Израиля спрашивает, Путин не боится гражданской войны? Думаю, что в России очень много партизан, ну, и в контексте, конечно, это атаки беспилотников, говорят ведь о том, что это партизаны, скорее всего, внутренние. Ну, я, честно говоря, не думаю, что это партизаны, я думаю, что партизанское движение в России, безусловно, есть, но это не движение, это все-таки разрозненные, разрозненные какие-то инициаторы, ненавистники путинского режима, их, конечно, можно поддерживать, но вряд ли можно считать, что это какая-то самостоятельная сила. Что же касается гражданской войны, то я не думаю, что в этих терминах можно оценивать перспективу России, потому что все-таки гражданская война это столкновение разных сил, которые имеют разное видение будущего, там, красные, белые, все это мы видели после октябрьского переворота. В нынешней же ситуации я думаю, что наиболее вероятно это мафиозная война, потому что движущей силой этой мафиозной войны будут, во-первых, те уже больше сорока частных военных компаний, которые созданы как раз для этого, потому что те, кто создают эти частные военные компании, они явно не планируют использовать их против Украины, потому что это бессмысленно. здесь необходимое единоначалье, здесь нужна нормальная государственная армия, а вот ЧВК, они как раз приспособлены для вот такого бандитского мафиозного передела власти, собственности и территорий. И я думаю, что это называется не гражданская война, это называется смута. В истории вот это принципиальная разница. Вот в истории нашей страны такое было в начале 17 века, когда по стране бродили всевозможные шайки наемников, которые переходили, так сказать, с одной стороны на другую, кто больше заплатит. И вот это было, это было, это начало 17 века, это то, что произошло сразу после Октябрьского переворота, хотя там действительно были элементы гражданской войны, но были элементы и смуты тоже, потому что там были в том числе и какие-то отдельные бандитские отряды, которые, так сказать, были не за красных и не за белых, то есть там была смесь, а здесь будет в чистом виде смута. Так что, что касается боится Путин или нет, я думаю, что Путин живет настолько в своем изолированном мире, вот он погружен в свой вот этот информационный бункер, который сам себя заключил, что вряд ли он подозревает о такой угрозе. он же все-таки он закольцевал информацию, он сам заказывает контент в телевизоре, этот же контент смотрит, как известно, смотрит в основном два основных государственных канала российского телевидения, то есть он заказывает то, он потребляет то, что он сам заказал, и плюс еще ФСБ ему в папочках доносит краткий контекст того, краткий конспект того, что сказал последний раз Соловьев, Киселев и так далее, то есть он он находится в круговороте той информации, которую сам себе же и заказал, то есть вот такое вот постоянное потребление круговорот собственного информационного дерьма, то есть это и он этим травится постоянно, поэтому я не думаю, что он именно поэтому он неадекватен, именно поэтому он принимает неадекватные решения, такие как чудовищные по своей неадекватности решения, которые он принял и реализовал 24 февраля прошлого года. У нас есть звонки, ну вот сейчас сорвался звонок, звоните, телефоны появятся на ваших экранах, вы можете дозваниваться и задавать вопросы нашему гостю сегодня, Игорь Ковенко на связи с Грэмом, и есть у нас звонок, зритель на линии, здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте, Анна, здравствуйте, Игорь Александрович, и чат наш, это Юлия Новосибирская звонит. Я бы вот хотела узнать такой вопрос, как вы думаете, США нас будут, ну и ЕС, там Европа, в общем НАТО, после победы Украины нас будут все равно удерживать в этих границах или все-таки дадут нам в конце концов жить самостоятельно, каждому региону хотя бы так? вот это первый мой вопрос, а второй мой вопрос, я его забыла, в общем ладно, потом еще раз позвоню. Да, перезвоните, Юля, если вспомните, да, ну вот на первый вопрос. Юля, ну тут достаточно, мне кажется, простая история, дело в том, что, поскольку исключен вариант, и Украина не собирается оккупировать Россию, в задачи Украины входит только освобождение своей территории. И несмотря на то, что были вот эти вот рейды, и вот сейчас обстрел российской территории, то я все-таки думаю, что ну и в задачи украинских вооруженных сил и политического руководства не входит оккупация России, и в задачи НАТО не входит оккупация России, никто не собирается Россию оккупировать, а это означает, ну и не собирается, да и скорее всего и сил нет ни у кого в мире, чтобы заниматься вот оккупацией. То есть вариант окончания Второй мировой войны, он в данном случае не пригоден. Поэтому то, что так сказать, влияние Запада и вообще мирового сообщества на процесс, который будет происходить в России после победы Украины минимально. И вопросы будут решаться внутри России. Я думаю, что то, о чем вы говорите, вот дадут нам жить самостоятельной жизни к каждому региону, я думаю, эти центробежные тенденции, которые есть сегодня в России, они будут реализовываться как раз в ходе той смуты, о которой я сейчас только что говорил. Вот как раз, но это будет не тот там бескровный раздел территории, как был у Чехии со Словакией. Это даже будет не тот достаточно драматичный распад Советского Союза. Я думаю, что это будет гораздо более тяжелый процесс. Так что, отвечая прямо на ваш вопрос, дадут нам или не дадут, дадут, конечно, только мы сами будем очень неприятно удивлены тем, как этот процесс будет происходить. Я не вижу ничего хорошего в этом процессе распада России. Но я думаю, что это вариант, который, пожалуй, является наиболее безопасным для мира. Вот избавление от этого чудовища, в которое превратилась Россия, я думаю, что это неизбежность. И распад России, к сожалению, для меня, например, будет благом для человечества. Еще есть у нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Добрый день, Антон, Санкт-Петербург. Скажите, вот вы говорите о распаде, каким образом сменится власть, если можно поподробнее. Спасибо. Ну, в рамках ответа на вопрос, уважаемый Антон, я должен сказать, что вот я думаю, что, я надеюсь, что в этом году будет дооккупирован Крым. Значение дооккупации Крыма, значение возврата Крыма в его историческую принадлежность в Украину, это довольно сильный удар по общественному сознанию. На сегодняшний момент я полагаю, что российский, вот этот путинский режим, он держится насилий. И я думаю, что вполне возможно обрушение режима. Обрушение режима может произойти в результате того, что просто силовики перестанут поддерживать. То есть в головах под этими фуражками возникнет мысль, она уже возникает у многих, что царь ненастоящий. Господин Пригожин ее выразил в несколько нецензурной форме, сказав, что счастливый дедушка вдруг неожиданно окажется конченным чудаком на букву М. То же самое высказывает Гиркин, правда Гиркин все-таки сторонник того, чтобы Путина оставить, но это же не Гиркин будет решать. То есть понимание того, что царь ненастоящий и войску пора взбунтоваться, оно, я думаю, что будет проникать во очень многие головы силовиков. А после поражения от Украины огромное количество недобитых российских оккупантов с фронта хлынет так же, как это было во время Первой мировой войны, когда из окопов российские русские солдаты бросились дезертировать и убивали своих командиров, бросили дезертировать и пришли в российские города, устроили то, что, так сказать, сейчас называется Октябрьский переворот, стали движущей силой этого переворота и в дальнейшем гражданской войны. Ну вот примерно то же самое, примерно, ну с большими отличиями, с поправками на 21 век, вполне возможно будет сценарием обрушения российского режима. Я не думаю, что российский режим изменится благодаря какой-то смене власти, то есть вместо Путина придет там, я не знаю, не Путин. Это крайне маловероятно. Я не очень представляю себе это, потому что путинский режим является персоналистским. И здесь он меняется не благодаря какой-то замене одного диктатора на другого, а меняется благодаря существенной смене власти. То есть власть меняется кардинально по природе своей. Но я думаю, что такое же может произойти и в случае смуты в результате тотального поражения России. Еще раз говорю, это один из сценариев. Я думаю, что мы живем в вероятностном мире и сегодня очень многое зависит от случайности, многое зависит от состояния психологического состояния внутри вооруженных сил, внутри силовиков. Сейчас они поддерживают. Но у российского общественного сознания, у России вообще есть такое свойство инверсия, когда плюс на минус меняется мгновенно. Я как социолог это наблюдаю на протяжении десятилетий, когда мгновенно симпатия Горбачева сменилась ненавистью к нему, симпатия Ельцина сменилась ненавистью. То есть, это происходит мгновенно, в исторический краткий миг. Розанов отмечал это, что Россия линяет в 2-3 дня. Вот это, я думаю, что произойдет и в этот раз. И причина это тотальное военное поражение. Это вот будет толчок, который, я думаю, сможет обрушить режим. Такая вероятность, мне кажется, существует. Еще есть у нас звонок. Здравствуйте, как Вас зовут и откуда Вы? День добрый, Евгений из Запорожья. Слушаем Вас. Алло, да, могу говорить. У меня такой вопрос. Не думает ли Ваш гость, что выхода на границы 1991 года Украины, но этого явно будет недостаточно для безопасности Украины? Что, ну, ничего не изменится, если власть останется прежней и, ну, они нападут через год, через два, через три, как соберутся силами. До того момента, пока Россия будет существовать в таком ее состоянии, вот, в котором она сейчас существует, в тех пределах, она будет представлять угрозу не только для Украины, для всех своих соседей Прибалтика, Польша, Кавказ и так далее. Вот такой вопрос. Спасибо, Евгений, да. Ну, у меня нет сомнений, уважаемый Евгений, что вы на сто процентов правы, просто на сто процентов правы, если, если в России не изменится режим, то она будет по-прежнему, более того, я вынужден еще усугубить проблему, которую вы ставите, я думаю, что Россия, просто Путин не, если он останется у власти, а это возможно. Я сейчас говорил, тот сценарий распада, смуты, это один из возможных сценариев. Для него там нужны какие-то условия, связанные с личностным поведением отдельных людей. Вообще, роль свободы личного поведения в истории, она несколько недооценена. Вот, это вот тот случай, когда свобода воли начинает иметь значение. Здесь возникают вот такие развилки, когда даже отдельный человек, находящийся в нужном месте в нужное время, может повернуть колесо истории. Так вот, так что возможен вариант, что путинский режим уцелеет после поражения. Такой вариант возможен. Вероятность его я не готов просчитывать, но он возможен. В этом случае, я думаю, что война просто не прекратится. Там не будет угрозы войны, она просто не прекратится. Я думаю, что просто линией фронта станет государственная граница России и Украины. Война не прекратится в этом случае. У Путина нет опции прекратить войну. Он этого не сможет сделать. И не захочет, и не сможет. Поэтому, безусловно, вы абсолютно правы, вот этот режим должен быть ликвидирован. Я еще раз говорю, возможность распада, это один из вариантов изменения режима, в том, что этот режим будет сменен на какой-то либеральный, демократический, что возникнет на месте путинской России какая-то прекрасная Россия будущего. Я считаю вероятность этого варианта просто равна нулю. Она просто равна нулю. Я не вижу дорожной карты, с помощью которой вот нынешняя Россия будет трансформирована в какое-то либеральное, демократическое, парламентское государство. Это, мне кажется, не научной фантастикой. Но, если путинский режим сохранится, то будет продолжаться война. она, возможно, не будет столь разрушительной для Украины, потому что она будет вестись уже не на территории Украины, но она будет продолжаться. Я думаю, что это здесь вы, уважаемый Евгений, абсолютно правы. И еще у нас есть звонок, сегодня так насыщенно в этом плане. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Да, здравствуйте, это Антон. Я уже звонил, спрашивал про смену власти. Скажите, вы же только что объяснили, что не будет либерализм и ласминец, значит, почему вы считаете, что будет безопаснее, если Путин уйдет? Тогда придут какие-нибудь Гиркины и Пригожина, и мне кажется, дальше будет еще хуже. Если не будет суда, не будет ГААГи над Совмезом, я считаю, тогда будет виток и снова сможем повторить. Спасибо. Спасибо. Давайте конкретику, понимаете, мы сейчас заглядываем на через несколько страниц вперед. Сейчас горизонт планирования очень короткий, поэтому прогнозировать, что тут вот так точно придет Гиркин, Пригожин и так далее. Давайте исходить из нынешних реальностей. На сегодняшний момент приход Пригожина, а тем более Гиркина, он сегодня при сохранении России в нынешнем его состоянии, он абсолютно невозможен, просто потому, что означает, Гиркин будет или Пригожин штурмовать Кремль, это невозможно, с учетом того, что в настоящий момент у Гиркина вообще нет никакой армии, что касается Пригожина, у него там остаток ЧВК, около тысячи человек, который на самом деле будет раздавлен как муха, то есть это невозможно, силовой вариант такой невозможен, дворцовый вариант тоже невозможен, дворцовый переворот тоже невозможен, потому что Пригожин не находится внутри дворца, поэтому вероятность прихода так сказать Пригожина или Гиркина к власти на сегодняшний день невозможна при сохранении России в ее нынешних границах, то есть вот такой транзит исключен, поэтому я полагаю, что вариантов два, либо этот режим сохраняется и Путин остается у власти с дальнейшими последствиями чрезвычайно плохими для России, то есть безусловно они будут лучше для Украины чем сейчас, но все равно не очень. Но я надеюсь, что к этому времени после того, как Украина отвоюет свою территорию, ее все-таки смогут принять в НАТО и тогда уже за так сказать за линией за границей России будет стоять совершенно другая другая структура которая в состоянии так что-то нам помешало которая в состоянии будет предотвратить нападение а вероятность тот же самый Пригожин он может сыграть роль исключительно для вот в условиях смуты вот это будет его время вот это будет час негодяев в том числе и час для Пригожина и возможно для Гиркина а прийти к власти в целом к России в России это крайне мало ну я думаю что это не научная фантастика для поскольку Пригожина лютой ненавистью ненавидят вооруженные силы генштаб и практически все силовики то есть я думаю что шансов прийти к власти в России в целом Россию в целом под себя взять у Пригожина такой вероятности просто нет в силу того что он объявил он же по сути дела объявил войну глубинному государству в своих знаменитых апрельских тезисах он сказал что он объявляет войну глубинному государству понимая под этим всю бюрократию все чиновничество как в погонах так и без но в общем-то на сегодняшний момент эта бюрократия в России сильная она конечно не допустит прихода Пригожина к власти это исключено вот в случае обрушения власти в случае начала смуты да у Пригожина возникают шансы отвоевать к себе какую-то часть России здесь шансы есть поскольку он сможет домокомплектовать ЧВК и принять участие вот в этой мафиозной войне за территорию и за территорией собственности говоря о том как Путин может удержать свою власть и рассматривает ли он кого-то вообще после себя на перспективу была информация о том что были разговоры о планах выдать дочь Владимира Путина за сына Патрушева для того чтобы таким образом скрепить вот этот властный союз насколько вообще такие сословные браки могут быть эффективны и как вам кажется может ли такой человек как Путин рассматривать вот такой вариант транзита власти ну вы знаете вообще когда мы пытаемся заглянуть вот в это пространство темное так сказать мрачное такое безлюдное пространство между ушами Путина то мы очень сильно рискуем потому что понимаете там там действительно проблемы ну я точно не являюсь у меня есть подозрение в отношении вас что вы тоже не являетесь личным психиатром Путина я надеюсь что ну мне кажется так значит поэтому говорить о том что что Путин думает что у него там в голове довольно сложно по крайней мере вот с рациональной точки зрения довольно сложно ведь с рациональной точки зрения решение которое он принял 24 февраля является полным безумием согласитесь это жил человек себе прекрасно царствовал лежа на боку ничто его власти не угрожало все разговоры о том что там он начал эту войну для того чтобы укрепить свою власть это полная ерунда потому что ничего его власти не угрожало ни в 2008 году когда он организовал нападение на Грузию ни в 2011 12 году там мы наши все эти белоленточные революции это была абсолютно безнадежная это надо было заниматься упражнять мускулы протеста нужно но это достаточно было безнадежно но уж не говоря о 14-м годе когда ничего власти его не угрожало и 24-й тоже он прекрасно мог существовать еще ну до конца своей жизни он принимает вот такие безумные решения поэтому вероятность того что он пытается устроить вот этот династический брак ну не знаю может быть но шансов на то что он вот что у Путина есть это инстинкт выживания это есть это видно это заметно и я думаю что никакого никакой операции преемник не будет потому что Путин очень хорошо чувствует ну как человек который все-таки родом из организованной спортивности это вот беспредельщики которые были в этой секции секции дзюдо под крышей уголовного авторитета они все-таки там есть инстинкт выживания и чувство опасности есть и Путин прекрасно понимает вот что что он знает это даже не надо быть его личным психиатром чтобы знать что он это хорошо представляет себе он точно знает что любой преемник его предаст любой преемник его на него повесит всех собак любой преемник его либо отправят в Гагу либо просто-напросто так сказать прихлопнут его свои же то есть он это прекрасно понимает никакого преемника не будет вот здесь вот ну я я уверен что это просто на сто процентов никакой сын Патрушева никакой там династический брак в данном случае просто невозможен поэтому ну брак-то возможен но здесь надо просто обратить внимание что для Путина всякая всякий вывод своих семейных дел на всеобщее обозрение невозможен он органически не приемлет какую-то какую-то публичность вот на самом деле глубоко закомплексованный человек очень глубоко закомплексованный человек его там личная жизнь какие-то его отношения с какими-то там людьми женского пола они всегда бывали были скрыты так сказать глубокой тайной и дети его и дочери он под очень сильным давлением начал признавать вот этих вот женщину номер один и женщину номер два как он своих дочерей называет поэтому я думаю что вот такая версия она просто основана на неком мифотворчестве так я думаю вопросы которые приходят к вам в нашем телеграм-канале в частности вот вопрос могут так это я не буду зачитывать пока что что вы рассчитываете дальше делать в своих великолепных эфирах спрашивает Юлия вот цитирую как есть что будете дальше делать в профессии ну знаете у меня жизни-то осталось не так не так много поэтому что я дальше буду делать я буду делать то что есть в планах много чего в планах дальше двигаться в сторону расширения диалогов диалоговые формы в планах есть значит превратить вот этот вот YouTube канал в поле для упражнений и не только моих но и включение каких-то молодых относительно людей профессионалов молодых журналистов которые могут на моем канале тоже вести какие-то свои эфиры вот я сейчас этим занимаюсь ну и главная мечта это все-таки восстановить какую-то преподавательскую исследовательскую деятельность вот то что я вижу сейчас мне представляется вот для этого есть место потому что ну образовательные программы на на моем YouTube канал и плюс в канале плюс исследовательская какая-то деятельность потому что мне кажется что в той ситуации в которой мы оказались нам очень остро не хватает хорошей теории хорошей теории тот понятийный аппарат которым мы пользуемся понимаете вот есть такое выражение Маяковского улица корчится без языка вот на сегодняшний момент оппозиция корчится без языка у нас не хватает понятийного аппарата мы оказались в ситуации когда нам для осмысления не хватает не хватает теории не хватает осмысления не хватает понятийного аппарата который адекватен мы пытаемся втиснуть нынешнюю ситуацию вот в такие вот рамки заскорузлые рамки старого понятийного аппарата новая реальность это новая реальность и новая реальность связанная с социальными сетями новая реальность связанная с тем что происходит сегодня в России это все-таки фашизм другого типа фашизм нового типа и он не описывается классическими понятиями поэтому я думаю что вот совместное думание над этим проблемам оно может в конечном итоге дать какой-то результат может и не дать конечно но дорогу осилит идущий про совместное думание о чем вы сказали вообще про эти ячейки оппозиции насколько возможно их объединить и нужно ли их объединять тоже об этом есть вопросы но я хочу спросить вас о том что планируется на 4 июня то к чему призвала команда Навального как вы оцениваете это выходить на улицы где бы вы ни были в день рождения Алексея Навального и я так понимаю что против войны я в курсе конечно же я очень поддерживаю то что призывают выходить на улицы где бы ни были за исключением выхода на улицу в России вот где бы ни были вот я я не знаю я выясню где где тут собирается какая-то там где я живу где собирается какой-то выход ну может быть там потому что самому выйти на улицу просто в одиночку это странно а присоединиться к какому-то какой-то акции я конечно это сделаю 4 июня но думаю что все люди там в Париже в Берлине в Риге в Варшаве они это сделают и это это здорово и это команда Навального молодцы потому что конечно же требования свободы Навального это важно это нужно и это очень актуально но призывать выходить на улицы в России я считаю это очень странная и безответственная история потому что я слышал об этом об этом призыве команды Навального которая находится вся без единого исключения вся находится за границей в безопасности и призывать своих сторонников выходить на улицы в России с полной гарантией ареста с полной невозможностью дать судебную защиту это исключено абсолютно даже если у команды Навального есть деньги на адвокатов ну ну слушайте спросите у Навального что такое суд если сами не знаете спросите у Навального что такое суд в России он вам ответит поэтому как вы можете защитить как вы защитили Навального которого судили и которого сейчас судят ну это 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 безответственность популизм ну и это вот самое мягкое что я могу сказать и ну мне очень неловко за взрослых людей опытных в политике которые делают такие вещи это очень нехорошо фу быть такими ну а для чего все-таки если команда Навального говорит о том что оплатит штрафы очевидно даже находясь в Риге смотря на то что происходит в России что только оплатить штрафы будет недостаточно что как минимум там могут быть и травмы и человек просто может оказаться в заключении на долгое время как мы знаем как это практикуется легко но при этом все-таки это произносится такими лидерами как там Мария Певчих другие представители команды Навального это это какой-то верх цинизма или же это это что-то другое какой смысл в этом если попробовать как-то объективно посмотреть на их вот это решение призвать выходить на улицу знаете у меня такое ощущение что вот команда Навального без Навального это такой это такой бесхозный какой-то бесхозный коллектив который оказался без без лидера у них серьезная проблема понимаете оказавшись без лидера они лишились каких-то да и когда Навальный был во главе вот этого своего детища своего коллектива ФБК и вот всей этой политической там же три три стороны у команды Навального это с одной стороны значит исследовательская расследовательская группа имеющая это хорошая профессиональная расследовательская команда которая делает профессиональные и качественные расследования вторая это медийная составляющая тоже достаточно эффективная умеющая подавать компоновать делать медиа и так сказать ну при отсутствии Навального конечно они очень сильно просили потому что Навальный был все-таки спикером что называется от бога вот замены нет практически в этом смысле Навального и последняя часть это политическая часть и вот политическая часть просела больше всего потому что политическая часть без политического потенциала политического таланта Навального она в этой команде конечно очень сильно протела просела они потерялись и на самом деле они работают по инерции понимаете вот я даже слышал что они вроде бы как умное голосование собираются применять в условиях России сегодняшней. Слышал, я не уверен, что это так, но вроде бы осенью будет какое-то электоральное мероприятие в России, они вроде бы собираются опять учинить умное голосование. Умное голосование, которое с самого начала было достаточно, скажем так, очень мягко говоря, спорной историей и с моральной, и с практической точки зрения, ну бог с ним, ладно. Но сейчас зачем? И вот сейчас они в значительной степени действуют по инерции. Что они могут? Призвать людей выйти на улицу. Вот действуют по инерции. То есть оказавшись без руководителя, ну прямо скажем, там можно по-разному относиться как угодно, и к Волкому, и к Пехчих, и к Соболь, но это вот их не только фамилии, но их потенциал, ну совсем другой, чем у Навального. И, конечно, они оказались в ситуации, когда, ну, тут трудно найти слова, чтобы выразить разочарование, которое производит сейчас вот эта команда, оказавшаяся без своего лидера. Ну так получилось. Тут ничего не поделаешь, но в данном случае... И главное, бесполезно как-то что-то советовать им, даже вот так дистанционно, потому что они же полностью, полностью изолировались, они не хотят идти ни на какие контакты ни с кем, не хотят... Я сейчас не говорю об уединении, а я говорю о коммуникации. То есть это, в общем, такая достаточно... Я не хочу... С самого начала не хотел произносить слово «секта», но я все-таки его произнесу. Дело не в том, что команда Навального превратилась в секту, но дело в том, что ядром группы поддержки команды Навального уже стала секта. Далеко не все сторонники. Там я знаю очень многих очень симпатичных, очень умных людей, которые являются по-прежнему не просто сторонниками Навального, но и сторонниками команды Навального. Но вот референтной группой этой команды является все-таки секта. Это те люди, которые совершенно не в состоянии воспринимать никакой критики в адрес этой команды. Тут же говорят о том, что вот вы на святое, вот Навальный в тюрьме, а вы тут что-то плохое про него говорите. Дорогие друзья, ну то, что Навальный в тюрьме, это очень печально, и это трагедия, но это не значит, что всем, кто хочет освобождения Навального, тоже надо пойти в тюрьму. Вот мы здесь ничего хорошего не делаем, когда проводим вот такие акции. Поэтому это ошибка. Это очень серьезная ошибка. Вот спрашивает вас Александр Игорь Александрович. Как думаете, до Питера долетит, но, вероятно, про беспилотники? Возвращает нас снова, Александр, к этой теме. И я вот обратила внимание, в телеграм-канале Ксении Собчак, она часто опубликовала переписки со своими знакомыми, как она это говорила, замазывая их имена, и там как раз они пишут ей из Барвихи или из Рублевки, ну, наверное, такая элитка так называемая. И вот они пишут, что они в шоке от того, что беспилотники летят около их домов, над их домами. И теперь их жизнь что-то угрожает. Сначала отключили от Paywall, Apple Pay, условно, а вот теперь еще и это. Ну, как, на ваш взгляд, может ли как-то их пошевелить в какую-то сторону, вот то, что произошло? Вот тех детей элиты, условно, тех, кто сегодня на Барвихе сидит, задуматься, может, они могут о чем-то? И, может быть, даже где-то как-то выразить свой протест? Или это невозможно? Вы знаете, вот этих людей всех, и Собчак, и ее супруга Богомолова, режиссера, и тех людей. Я смотрел вот этот материал, о котором вы говорите, то, что Собчак пишет в своем телеграм-канале. Вы знаете, этих людей объединяет одно очень важное свойство. Это разные люди, но их одно объединяет. Это патологическое отсутствие стыда. То есть, у всех этих людей нет стыда от слова «совсем». Это формирование, это вот ампутация стыда, выжигание стыда в себе, она происходила длительное время. Я думаю, что сама Ксения Анатольевна Собчак является очень любопытным таким материалом для исследования такого человека льведческого. Как вот это случилось? Как человек выжиг из себя стыд? Вообще, саму возможность проявления стыда, это и вот ее вот эти вот телепрограммы, значит, всевозможные изначально ранние телепрограммы, которые она вела. Дом-2, дом-1, дом-2 и так далее. Вот это постоянное, целенаправленное выжигание стыда из себя. И политическая ее деятельность, это все вот как раз то, что устранение стыда и совести. И для них это очень характерно. Поэтому никаких, ну, у них сейчас одно, а нас-то за что? Вот у них одно, а нас-то за что? Это полностью, то есть эти люди, они не способны к диалогу, они не способны к какому-то ощущению собственной вины, собственной причастности к этому, ко всему. Ну, вот, наверное, так. То есть они способны устраивать пир во время чумы и с аппетитом пировать во время чумы, если им ничего не угрожает. Ксения Анатольевна по-прежнему делала бы деньги в стране, в которой происходят деньги вот именно, так сказать, на элитных мероприятиях, на каких-то корпоративах и на всяких мероприятиях с участием власти. То есть кормилась бы из рук кровопийц и дальше, до тех пор, пока эти руки не будут отрублены украинской армией. То есть это, вы знаете, вот то, что происходит сейчас, когда бьют по Москве. Я москвич, понимаете? Я москвич, я вырос в этом городе и 71 год я жил. Вот сейчас уже скоро год будет, как я не нахожусь, вынужден был уехать из Москвы, потому что меня объявили на агентом, врагом народа. И, так сказать, понятно, что, ну, так сказать, там, может, пожизненного не дадут, но десяточку точно влепят, а мне хватит. Поэтому вот уже несколько месяцев я не живу в Москве, но я все равно, Москва это мой город. Мне, конечно, больно от того, что по нему бьют, но это возмездие, это справедливо. И у меня нет злорадства, но у меня понимание того, что это справедливо. Это справедливо. Россияне должны ответить. В том числе и те, кто за границей тоже. И мы отвечаем. Мы отвечаем, потому что мы в значительной степени поражены в правах. И это, в общем, правильно, это логично. Нас ограничивают в правах. Это логично, это правильно. Вот, поэтому вот, а вся эта публика, условная собирательная Собчак с маленькой буквы, они никогда ничего не поймут. Они не в состоянии, у них нет стыда. Это такая конструкция души, в которой нет места стыда и совести. Про стыд и про деньги развернулась дискуссия у Ксении Лариной. Немного о другом вас спрошу, но зацепившись за то, что вы сказали. Там как раз она написала пост, в котором обвинила Виктора Шендеровича и Александра Невзорова за то, что они выступают сейчас в своей антивоенной позиции. Но, насколько мы знаем, что на концертах того же Шендеровича там не только о войне идет речь. Он, кстати, бывал у нас в студии буквально недавно, после того, как его облили кетчупом как раз в Вильнюсе. И вот Ксения Ларина считает, что это некорректно сегодня высказывать свою позицию за деньги. Много там было комментариев, и либеральная общественность, так называемая, она разделилась там. И в большей степени, как мне кажется, субъективно все были не на стороне Лариной. Но, тем не менее, вот каково ваше отношение? Ну, наверное, Шендерович все-таки это немножко другое, как мне кажется. Его выступление несколько иной формат. Что касается Невзорова, каково ваше отношение к нему? Ну, а Шендерович тоже можете сказать, если готовы. Ну, смотрите, значит, ну, первое, высказывать свою позицию за деньги. Ну, вот мы, люди, которые занимались журналистикой, занимались там преподаванием и так далее, ну, мы высказываем свою позицию за деньги. А что мы, вот журналист, что делает? Знаете, как, ну, лучше всего по этому поводу было сказано по этому. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Ну, мы действительно, мы получаем деньги. И я считаю, что в настоящий момент то, что мы делаем, это самая честная журналистика. Когда мы что-то делаем, мы говорим и пишем, и живем на то, что нам дает за это благодарная аудитория. Это гораздо честнее, чем работать в какой-то редакции за зарплату. Потому что в данном случае мы зависим от потребителя. Это самое честное. Мы обеспечиваем людей информацией, аналитикой. И если люди считают это правильным, то они... То есть у нас самая прямая связь с аудиторией. Поэтому я не понимаю самой постановки вопроса. Ну, что, Шендерович должен с голоду умереть, что ли? Он не приобрел за время своей жизни в России, не приобрел какой-то нефтяной скважины. Он не приобрел металлургического завода, не основал банк. Он вообще не по этой кафедре. Ему надо было стать коррупционером и войти, так сказать, в какой-то альянс с бандитами, для того, чтобы сейчас иметь возможность не получать деньги за свои выступления. Ну, абсурд же, правильно? Поэтому мне сама постановка вопроса кажется абсурдной. Это одно дело, когда люди врут за деньги. Понимаете, вот я, например, да, у меня есть аудитория, которая меня поддерживает. Но это совершенно не значит, что я готов в угоду аудитории менять свою позицию. Вот принципиальная вещь. Я не готов в угоду своей аудитории. Я примерно представляю себе, как можно было бы мгновенно расширить. Вот, в частности, в нашей с вами беседе. Я точно знаю, что нужно сделать для того, чтобы аудитория вашего канала, вот сейчас просмотры нашей с вами программы, увеличилась бы там в 10 раз, мгновенно. И вы знаете, что надо сделать. Вот сообщение, внимание, значит, там, завтра у меня есть эксклюзивная информация. Вот мне звонит телефон, и я вам сообщаю. Там, завтра, условно говоря, Путин заявляет о своей отставке. Ну, такой вот вариант, это можно было бы красиво сделать, так, чтобы поверили, сделать сумрачное лицо, удивиться, раздался звонок, я слушаю и так далее. Аудитория подскочила бы сразу, если это хорошо сделать. Но это стыдно, нехорошо обманывать. Поэтому врать за деньги стыдно, правду говорить и получать за это вознаграждение, за то, что ты делаешь это качественно и даешь качественную аналитику и качественную информацию, это нормально. Поэтому отношение к этому однозначно позитивное. Что же касается Невзорова, слушайте, Невзоров на правильной стороне истории сейчас. Невзоров ведет информационную войну на правильной стороне. Поэтому он, условно говоря, находится в окопе на той стороне, на которой и я нахожусь. Я тоже веду эту информационную войну. Но у меня есть большое желание, чтобы он оказался в окопе не рядом со мной, а где-нибудь немножко подальше. Ну вот это мое субъективное желание. То есть он молодец, здорово, дай бог ему здоровья, но я бы хотел, чтобы окоп Невзоров был немножко подальше от моего. Почему? Потому что он слишком часто перебегает на другую сторону. Слишком часто. Вот сегодня он, буквально сегодня, при той же самой информационной картине, он становится доверенным. Сегодня он там делает 600 секунд, разоблачает там всякие преступления и грязь в Петербурге. И буквально завтра, он, значит, не завтра, а через 5 минут, он поддерживает вот этих вот наших, поддерживает рижский ОМОН в его, так сказать, фашистских проявлениях. Тут же переходит на другую сторону. То есть был в соседнем окопе, тут же предал, перебежал на другую сторону. Потом, через какое-то время, он становится, значит, избирается там, значит, в Государственную Думу, черт знает от кого. И там занимает непонятную позицию. Потом, тут же он перебегает опять и становится доверенным лицом Путина. В 12-м году, извините, 12-й год, это после уничтожения НТВ, это после Югуса, это после Грузии, после Мюнхенской речи, доверенное лицо Путина, 12-й год. После того, что была белоленточная революция, была разгромлена после 6-го мая. То есть это чудовищные совершенно вещи. Сейчас он на правильной стороне истории. Здорово, он на нашей стороне. Но пусть его окоп будет подальше. Единственное пожелание. Что касается Шендеровича, я многократно высказывался по этому поводу. Я считаю, что Виктор Анатольевич совершает ошибки. Но в целом он абсолютно честный человек, достойный, очень талантливый. И я считаю, что его шельмование абсолютно несправедливо. А то, что он совершает ошибки, это очевидно. И многие это понимают. Понимают, что, например, говорить о проявлениях нацизма сегодня в Украине, оно, конечно, может быть и справедливо. Но, понимаете, я бы все-таки предпочел, чтобы об этом говорили не граждане России. Вот не граждане России, понимаете. Ну, не надо нам на себя брать ответственность за все, что происходит. Ну, может быть, это кто-то другой скажет. Ну, просто чувство такта, понимаете. Потому что это же не цензура. Это не запрет кому-то чего-то говорить. Это просто чувство такта. У Виктора Анатольевича в данном случае, мне кажется, сбились на стройки. Сбились на стройки. Они у него иногда сбиваются. Он очень человек, очень, так сказать, честный, очень пронзительный, очень талантливый. Но на стройки у него иногда сбиваются. Но я не считаю, что это какой-то такой грех, за который надо его травить. Во всяком случае, там, то, что с ним происходило. Причем, как это происходило. Здесь же все понятно. Здесь понятно, что это провокаторы. Это люди, которые, на самом деле, избрали своей специальностью сейчас быть большими украинцами, чем украинцы. То есть, вот это вот все отвратительно. Ну, что же сказать. Идет информационная война. Бывают жертвы. В том числе и бывает жертва от дружественного огня, к сожалению. Такое тоже бывает на войне, и в том числе информационной. Ну что ж, благодарим вас за то, что вы нашли время сегодня поговорить с нами. Игорь Яковенко был на прямой связи с Грэмом. Спасибо и всего доброго. До свидания. Удачи вам. Продолжаем наш стрим.